Плюс 1 Плюс 1 Плюс 1 Плюс 1 Я ушла из 26 Гц, у меня была такая фрустрация внутри, и очень хотелось что-то продолжить, завершить вот свое становление в этой области, ну, потому что я вынуждена была уйти из этой группы, к сожалению, и вот хотелось что-то продолжить, хотелось продолжить развиваться именно как джазовая вокалистка. И, кроме того, уход из группы, это было несколько печальным для меня событием, поэтому мне захотелось создать такой проект, горький проект, именно от этого родилось название «Bitter Candy», потому что вот вроде я такая ванильная вся из себя, то есть, ну, на роль ванильки, в принципе, я гожусь. Но при этом с ванильными сладкими девочками тоже происходят всякие неприятности и всякие горькие... Горчинка всегда в тему. Поэтому, собственно говоря, проект этот о том, как с иронией смотреть на неурядицы романтического толка, когда, ну, происходят какие-то... Неудачи в любви, разрывы какие-то. Ну, мне кажется, ты попала в самый нерв, потому что это такая тема, да, такая стезя, которая будет пользоваться популярностью всегда, и это будет всегда интересно. Хорошо, а вот расскажи, как всё-таки ты набирала коллектив, то есть, ты точно сразу знала, какие люди там будут, или рассказывай, как это всё было? Да, я точно знала, что я хочу, ну, потому что в предыдущем моём коллективе были уже эти инструменты, это контрабас и кларнет. Кларнет — это вообще неотъемлемая часть еврейского джаза, вот. И я точно знала, что я не хочу барабаны, вот. Поэтому я хотела набрать минималистичный коллектив, который легко будет куда-то вывести, который легко будет собрать на репетицию, на концерт, позвонить. Ребята, у нас сегодня концерт, или у нас завтра концерт, можешь, ты можешь, окей, всё, приезжай. Потому что собрать шесть человек — это очень сложно. Я играла в коллективе из шести человек, у меня был блюз-бенд из шести человек, и вот джаз-бенд тоже, там было шесть человек. И это, конечно, очень сложно, потому что у всех свои дела, у всех тысяч других коллективов, помимо этого, поэтому очень сложно собрать таких людей. Поэтому три человека — perfect, идеально, просто идеально. Так, а что же получилось в итоге, рассказывая, вот как «Битр Кэнди» выглядит сейчас? Сейчас это три человека. Это трио «Я» вот с этой гитаркой, которая называется «Укулеле». Это кларнетист, совершенно потрясающий кларнетист, настоящий профессионал Фёдор Кувайцев и такой же не менее прекрасный Дмитрий Борисов. Тоже музыканты заслуженные, играющие в очень известных санкт-петербургских коллективах. Могу тоже рассказать подробнее про каждого из них. Да, конечно, я хочу очень сильно об этом послушать, но я думаю, стоит сначала послушать вашу музыку, а потом вернуться к разговору. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая замечательная музыка звучала сейчас у нас в эфире. Расскажи немножечко про эту песню. Что это за запись? Как она делалась? Эта песня очень свежая. Я её записала этой весной. Здесь ты одна, да? Да, здесь я одна. Это, можно так сказать, иллюстрация моего сольного варианта Bitter Candy. Не трио, а сольного. Эта песня очень горькая, очень горькая. Она про то, право ли мы, что мы остаёмся вместе. Она про людей, которые живут очень долгое время, многие годы без любви друг с другом. И не знают, как расстаться, и не понимают, что не так в их отношениях. И не понимают, как эту ситуацию решить и разрулить. И боятся расстаться, боятся остаться одинокими, боятся, что их никто не полюбит. И в то же время остаются вместе, да? Да, и всё, и между тем остаются вместе. Это очень, к сожалению, очень популярная ситуация. К сожалению, да, действительно. Так, ну, мы вот остановились на музыкантах, да, на твоих? Расскажи тогда поподробнее, что это за музыканты, где ты их нашла, как вообще встретились-то всё вместе? На самом деле, первый музыкант, с которым я начала делать этот проект, был контрабасист Валерий Равинский. Очень тоже интересный человек, потрясающий контрабасист. Сейчас он играет в группе Sweet Hot Jazz Band, мои коллеги по цеху, у нас очень похожий репертуар. Вот, с ним мы начали делать этот проект, репетировать, и он мне потом говорит, «О, вот у меня есть знакомый кларнетист, очень хороший кларнетист, потомственный музыкант, вот, Фёдор Кувайцев». Я говорю, «Так, это не родственник ли, часом знаменитого Олега Кувайцева?» Олег Кувайцев – это очень-очень-очень значимая фигура в джазовом петербургском мире. Он руководитель ленинградского диксилэнда. Собственно, Федя играет там же, в этом ленинградском диксилэнде, как кларнетист. Вот, человек с высшим музыкальным образованием, закончил консерваторию петербургскую имени Римского-Корсакова. Такой очень. Всё серьёзно. Да, всё серьёзно у меня очень. Дима Борисов – контрабасист, который пришёл уже после Валеры Равинского. Тоже очень серьёзный музыкант. Играл в оркестре, в биг-бенде под руководством Гараняна. Также играл и с Голощёкиным, и с Игорем Брилем. В общем, со всеми нашими российскими джазовыми звёздами он почти переиграл. Ну, в том числе и с зарубежными тоже, с некоторыми. Ну, вот скажи, как ты с такими серьёзными мужчинами-то справляешься? Как вы находите гармонию в коллективе? Как вообще появляется у вас музыка, да? Гармония вся на бумажках написанная. Нет, на самом деле ребята замечательные. И все с чувством юмора. То есть консерватория чувства юмора не вымывает, слава богу. Это да. Ну, а расскажи, как всё-таки появляются песни. Вот, например, та, которая прозвучала, да, про которую ты рассказала. Ты сама её написала, то есть и музыка, и текст. Да. Расскажи про творческий процесс. Что это для тебя? Потому что, ну, как показывает практика, для каждого музыканта, вообще творческого человека, это что-то такое отдельное. Да. Вот интересно. Творческий процесс происходит по-разному. Иногда у меня рождаются какие-то куски гармонии. Например, вот я сижу там что-то сама с собой. И перебираю какие-то аккорды, занимаюсь, и у меня рождается какая-то сцепка аккордов. Я их развиваю, делаю форму, и потом к этим кусочкам подбираю текст. Вот. Но часто у меня рождается, например, какая-то идея, тема какая-то в голове. Например, еду я в троллейбусе или в трамвае, и вот у меня какая-то фраза на английском языке заела и крутится в голове. Не знаю, зачастую это фраза с мелодией вместе. Вот. Я её записываю, и потом сижу дома и её развиваю. То есть это всё... То есть чаще всего это как цельное что-то, да, уже? Да, чаще всего это не просто отдельно текст. Это текст с какой-то мелодией, которой я потом подбираю уже гармонию. Но это уже профессионализм, мне кажется, да? Ну, это поиск. А вот, кстати, почему, вот ты говоришь, появляется какая-то фраза на английском языке? Почему на английском всё-таки? Потому что язык этой музыки всё-таки английский. Не так давно я начала писать песни на французском. Я осмелела и начала писать песни на французском. Я видела это в группе ВКонтакте. Это выглядит, на самом деле, очень круто. Не знаю, мне кажется, что ты прям погружаешь вот этим вот всем в такую какую-то особенную атмосферу. Расскажи про этот опыт. Ты же выступала, да, во Франции? Да, да. Я выступаю достаточно регулярно сейчас во Франции. К сожалению, без моих ребят. Потому что пока не получается вывести не одного человека, а трёх в Париж. Вот, выступала я в Париже. И не только, кстати. Я также выступала в такое место из Кунтамин-Мунжуа. Это рядом со Швейцарией. Вот. Ещё был такой город Анси. И там я играла тоже. Но это был опыт такой уличной игры, уличных выступлений. Это тоже очень интересный опыт. Вот. В Париже в основном я выступаю в небольших уютных барчиках, которые называются Брасри. Вот. Выступала я в таких заведениях, как называется, In the Garden, Quartier Rouge и многие другие места. Ещё есть такой известный очень рок-н-ролльный бар La Liberté, прямо в центре, недалеко от метро Bastille. Это известное место среди французов. В общем, музыку Битеркенди услышали уже и в России, и во Франции. Я предлагаю сейчас послушать вашу музыку, а потом вернуться и поговорить о концерте, который будет в России совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это очень забавно, потому что на самом деле этой зимой я делала специальный концерт, специальную программу, посвящённую именно рок-песням, таким достаточно жёстким. Я сделала целую программу из каверов на такие группы, как ACDC, Nirvana, Metallica и прочие исполнители достаточно жёсткие. И сделала эти все песни именно в таком вот смешном духе, в духе Битеркенди. Какая реакция была? Вот, может быть, была какая-то самая необычная реакция, которая прилетала на это? Ой, реакция была совершенно потрясающая. Вот, я делала концерт в клубе «Чокер» 9 февраля. И, конечно, реакция была хорошая. Я довольна реакцией. Ты будешь развивать это. Я думаю, что я повторю этот опыт. Круто. Я буду ждать. Лично я. Да, я хочу повторить очень этот опыт, потому что, мне кажется, есть люди, которые хотят услышать это. Что ж, о будущем чуть позже хочу поговорить о концерте, который будет совсем вот скоро, 24 июля. Расскажи, что готовите, где это будет? Позови наших радиослушателей к вам в гости. Дорогие радиослушатели, 24 июля в 20.00 будет концерт «Биттер Кэнди Трио» в клубе «White Night Music Joint» или просто клуб «Белые ночи». Это джаз-клуб на Фонтанке 59. Там будет необычный мой состав. Не с кларнетом, а с потрясающим, совершенно сумасшедшим музыкантом. Это будет скрипач Андрей Соколов, с которым я тоже очень часто играю. Приходите, это будет совершенно что-то необузданное. Не традиционный джаз, который вы привыкли слышать, а сумасшедший джаз. Что ж, прорекламировала, так прорекламировала. Расскажи, вот ты миксуешь музыкантов, ты говорила об этом, да? Да. От чего зависит твой выбор? Вот... Честно? Да. Здесь по-другому не бывает. От расписания музыкантов, если честно. А, вот так вот, да? Да. Но я не играю абу с кем. У меня есть ребята, с которыми я постоянно играю. К сожалению, у меня не получается каждый раз их собрать всех вместе. У меня есть такая мечта, вот, всех музыкантов, с которыми я играю. Это, вот, Дима Борисов, Федя Кувайцев, ещё я играю с пианисткой Ниной Качановой и вот со скрипачом Андреем Соколовым. У меня мечта собрать их все вместе, вот, и сыграть такой большой концерт. Что ж, это круто. Очень, мне кажется, будет необычно это всё звучать. А расскажи про вашу авторскую программу. Вот ты говоришь то, что у вас много кавров, да, вы записываете? Да, изначально моя программа базируется на... Про джаз так не говорят. На джазовых evergreen хитах. Преимущественно 20-30-х годов. Ну, есть песни и попозже немножко. Но и также мы вплетаем в программу наши авторские песни, которые пишу преимущественно я. Ребята мне помогают с аранжировками. И наша мечта и наша цель в следующем году записать всё-таки диск. У нас уже достаточно накопилось материала, концептуально единого, на мой взгляд, чтобы записать именно авторские песни в духе джаза 30-х годов. А вот скажи тогда, чем вдохновляешься? Что тебя вот как поддерживает вот в таком творческом... Творческая продуктивность? От чего зависит? Жизнь. Жизнь вдохновляет. На самом деле, вот почти все песни... Почти все песни, к сожалению, были сочинены и созданы под воздействием не очень позитивного жизненного опыта. Да. Ну, это правило, что негативные эмоции всегда же сильно очень позитивные. Да. И негативные эмоции дают, конечно, мне, например, дают толчок к созданию песен. Вот. Ну, также у меня есть оппозитивные песни. Например, есть песня про креветку. Ее я сочинила, когда у меня было все хорошо. Когда я в Париже сидела, попивала «Кир-Рояль». Вот. И просто подумала про «Цезарь с креветками» и подумала, бедные креветки, вот, они же тоже существа живы, они же тоже страдают. И вот сочинилась такая вот песня про креветку. Что ж, это очень разнообразно, это очень интересно. Я предлагаю прерваться на музыкальную паузу и вернуться чуть позже. «Кир-Рояль» 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 Она делает это губами. Да, я делаю это губами. Обалдеть. Так, хорошо. Рассказывай тогда о ваших ближайших творческих планах. Зови всех еще раз на концерт, который будет 24 июля. И, собственно, прощаемся. Дорогие радиослушатели и друзья мои, приходите 24 июля обязательно в 8 вечера на Фонтанку 59. Совсем недалеко от Невского проспекта. Я думаю, что это будет круто. А сейчас мы послушаем, как Галь нам сыграет вживую прямо в эфире радиошок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok